Девочки, мы с Олей покушали, она понесла посуду, а я вот квас несу. Она вчера не допила, хотела только что попить, говорит, а тут мошки, мошки уже. Я ей несу этот стакан, девочки, иду. Ой, девочки, понаедались, как не знаю кто, мясо немножко поели. Оля его несет назад в кастрюлю, я говорю, значит, вложи его в кастрюлю, завтра закипятим. Мясо вытащим, я блинчики с мясом сделаю, с этой говядинки. А с бульона борщик сварим зеленый. Девочки, иду, хоть бы не упастье, ножички так болят. Я иду, Оля, телефоном. Вылила квасик твой. Малышок вот лежит в сраче. Что ты жамаешь? А, косточку эту, кошмар. Идите лучше по щет покушайте. Оля, привет. 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 На стакан я принесла. Давай. Девочки, Оля, моешь посуду. А тут посуду. Да, то, что мы покушали. Мало. Мясо ты кинула. Кинула и кипячу еще. Оля, тебя все любят, так что разговаривай. Кинула мясо обратно и поставила, чтобы закипела. Ну да, чтобы не скисла. Мало решено. Девочки, мясо все почти осталось. Мы понемножку ковырнули. Голубцу поели. А голубцы ты еще не вылаживай. Там три штучки. А. Ну так что, может заберешь. У меня еще те остались. Ой. Вот где кровопийцы, девочки. Я взяла с собой на работу сегодня. А спагетти ты брала позавчера? Что ты говорила? Я возьму вилочку. Конечно, взяла спагетти. Сверху положила голубец. Челку поправ. Сверху положила голубец. Уже краситься пора. Уже седина. Девочки, нам сейчас не до этого, до всего. Сверху положила голубец и майонезико в микроволновке разогрела. И сегодня сидела, ела вот так, наматывала. Вкуснятина. Девочки, я зубок чеснока съела с говядиной, Оля чеснок не ела. Я не ела. Глянь. Ты почти отступила. Я обходила все время. Блянь, твою мать собачьему. Не на этой ноге. Не на этой тоже. Я просто поколыхала. Ну, кинем туда, на улицу. Прикинь. Голодающие. Дай сюда эту косточку. Кидай туда. А ты видела, как калинка зацвела, Оля? Видела, уже давно. Когда давно? Когда давно она зацвела? Я только сегодня увидела. Нет, я увидела уже давненько. Когда? Ну, где-то на этой неделе в начале. Нет, она только сегодня дала вот этот цвет. Ну, я видела, маленькие были. Ну, маленькие, а сегодня она сама больше дала. Ну, сегодня, да, так. Я уже давно увидела. Надо у него в этом году? У кого у него? Ну, у него. У царства небесного? Да. Что там осталось? Надо лаванды у него, у них попросить. У кого? Ну, у кого-то. Как-то надо взять. Там целая... Гикой малыша туда закинуть. Целая латка лаванды. Ну, это ж Лерка еще. Девочки, это та хозяйка, которой продали этому шоу. Там лаванда. Лаванду она откуда-то привозила. Любысток там. Там много-много вот этих пакучих трав. Ну, так давай сейчас перелезь. Когда сейчас? Сейчас оно там сухое все. Это когда уже, когда оно будет. Когда будет, тогда хозяева тут будут. Попросить. Как будут хозяева? А никто не даст, наверное. Надо когда лестницу забрать у хозяевов. А лаванду очень хорошо покупают. Это носила. Девочки, слушайте, что Оля говорит. Да. Великая торгашка. Покупали лаванду в такой букетик. Ну, хороший букетик. 50 ливен. И люди с удовольствием покупали. А чего у тебя щавели петрушку, когда мы тут вязали букеты? Потому что у всех щавели петрушку. А лаванды ни у кого не было. А в этой покупали. Девочки, можно было бы залезть, нарвать. И никто... Ну, девочки, пропадает. Ну, это когда... Камеры, камеры кругом у соседей стоят. И сразу нам припишут того, что и не было никогда. Конечно. Даже его смерть припишут нам. Скажут, что это мы его убили. Не убили, а пороблыми сделали. Пороблыми. Не дай Господь. Не, я просто говорю, я просто шучу. Ну, как попросить надо ему? Какие-то наследники все равно прийдут. Ну, не знаю. Когда ты говорила ему полгода? Ой, 10 ноября он умер. Когда полгода? Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. О, 10 мая полгода. Будет полгода. Да, это же наследники, значит, должны прийти уже оформлять что-то. Ну, конечно. Девочки, у Оли была, в бригаде работала Люда Закаблук. И у нее здесь дом был родительский, отца и матери. Я вам это не рассказывала. А ты не знала историю эту Закаблучкину? Нет. У нее тут на энергетике... Да? А, политехническая улица следующая. У нее жили тут родители. Оля, вот слушай Закаблучку историю. Девочки, я вам говорила, что она похоронила сначала сына, а потом дочку. Она в церкви там мыла эти подсвечники. Ну, подсвечники шкрябала я ее. Ну, короче, есть видео, смотрите. А здесь у нее жили родители. Родительская хата была. И когда она на заводе работала, на сборке моторов, она умер отец. Сначала мама умерла, потом отец умер. Она отца даже не пошла хоронить. Деловые же были все. Все в золоте. Она тоже паскуда, да, Закаблучка была или нет? Я ее не любила. Да. Такие, знаете, деловые, которые деньги там гребли, которые золото гребли. Она мне Ирку напоминала Ревуху. Ревуху, конечно. Это наша подружка, с кем мы родились. На Володарской. Вот. И у нее здесь отец жил. Остался один отец. Это когда еще завод работал, мы еще молоденькие были. Я это знала. Сейчас Оля придет, я ей буду разговаривать. Это с Оленой бригадой было на сборке моторов. Я же на укладке схеме работала. Ну, и слушай. И она же не пришла отца хоронить. И была тут хата на следующей улице. Вот. И это. Ну, и все. И она не приходила, не приходила уже и полгода, и год, и несколько лет она же не ходила. Отец умер, кто-то похоронил его. И хата тут была заброшенная. И соседи поделили двор напополам. Прикинь? Как можно было допустить до этого? Вот такие деловые закаблучки эти были твои. Ну, так они же незаконно это сделали. Ну, так и что, они все узаконили потом? Если никто не приходил, но... Законили? Ну, конечно. Они поделили два соседа. Оно было посередине. А как они могли узаконить чужое? А потому что никто не приходил, денег заплатили и узаконили. Поделили участок напополам. Это закаблучка. А может она... Не, она же говорила, там не оно там ничего не надо. А как это... Ну, значит, она отказную может... Не знаю. Как можно было, девочки, кусок земли с хатой, какая бы она ни была, даже как у Тараса Шевченко развалюха, стриха под соломой, как можно вот такое, это самое... Хотела заматюкаться. Похерить. Ну, я хотела сказать, но я же не могу говорить. А это не мочу. Оля сказала, похерить, да. Это не мочу. Да, ну, говорят мотюки. Вот. Как можно. Все, закипела. Выключаю. Завтра блинчиков на баске. Не стиснет сто процентов. Да, да. Вот. Да. Девочки, вот такие деловые бабы были. Уничтожали всех. Ложовки, твари, воровки. И вот так у них вот дети сначала поумирали, а потом и они. Я ей помогала. Она же убирала возле моего дома там. Я ее звала к себе покушать и чай попить, кричала в окно. Ну, а потом она как начала ко мне. Раз пришла, Люда, одолжи денег. Слышь, пьяная пришла. Ага. Я дала ей. Я тебе отдам. Я говорю, хорошо, Людочка, на. Потом второй раз пришла, одолжи опять. Как будто. Кто? В бомбоубежище. А, девочка. А, да. Тоже мне одна должна. Слышите какие? Оксана. Оксана. Девочки тоже у нас. Я в бомбоубежище познакомилась. Пришла посидеть там, потому что сильно было вот тут. Это самое, ракеты летели. А она сидела там тоже в телефоне. Я с ней. А она потом, на второй раз я пришла, она мне говорит. А я разговариваю со всеми. Ну, она, наверное, подумала, что я дурочка. Ну, девочки, всегда же думают, что ты дурак, когда ты добрый и нормальный. Все время же думают, что ты, значит, больной на голову дурак. Конечно, не дурак. Люда, вы не можете одолжить мне денег. Я говорю, пожалуйста. А, она пришла, говорит, я иду на работу устраиваться. Она живет, возле меня там недалеко где? Ну, на Артемовской. Пришла, я ей рассказала, где я. Она через соседей, она, Жоля, через соседей меня узнала, в какой я квартире живу. И стучит мне в дверь. Я открываю, она стоит, девочки, слушайте. Я говорю, ой, Оксана, я в бомбоубежище познакомилась с человеком, первый раз в жизни. Я говорю, заходи. Она говорит, Люда, я иду устраиваться на работу, у меня нет на проезд. Вы не дадите, у меня на карточке деньги есть, а вот наличкой заплатить маршрутки. Я говорю, Оксанка, у меня есть последние 200 гривен, да, по-моему, у меня. А, у меня было две по 200, девочки, честно, последние. Это было в прошлом году. Честно, я вам говорю, две последние по 200 гривен было. Я говорю, Оксаночка, вот у меня две по 200, я себе одно. Я говорю, я заработаю, я же работаю, вот, а и тебе даю. Все. И потом же я еще раз ходила в бомбоубежище, и то на пять минут я понесла ей и крупы, и вермишели, выгребла все, и сало. А что я еще, тушенку, и... В общем, девочки, два кулька отарабанила. А человек нигде не работает. Дочки у нее у нас в милиции работают, три дочки. Да она преженька. А золота сколько? А золота сколько на ней было? И это не было какое-то медицинское золото, а золото? Ну, в общем, облапошила меня. Ну, и хорошо, на здоровье. Так и эта закаблучка тоже. И хату тут ниже... Вот мы на этой, ну, мы сейчас... Где мы находимся, а то ниже нас улица еще есть. А потом уже идет наверх, рабочая идет. Вот. Вот так вот люди... Наследство свое, родительское, даже не надо. Просрали. Просрали, да. Оля, 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 матюкайся ты. Не делают замечания. Ну, конечно, а как можно, да? Даже если это просто земля без ничего. Как можно было, да? Так и эти. Вот 10 мая будет полгода. Кто придет за наследством? Там трава уже на крыше будет. Там и так нечего. Я только сегодня, Оля, кофе сидела пила, вот он на пороге. И только говорила, тут на такого любителя вот это все. За три копейки. За три копейки. Да. Ой. Купил за девятнадцать и за сколько? За шестнадцать. За девятнадцать этот через дорогу. А этот, девочки, шестнадцать тысяч долларов. Кошмар. Ни фундамента, ни потолка. Крыша и стены на земле. И катакомбы крысиные. О. Вот именно крысиные. И эти еще твари, что продали, батареи даже поснимали. А зачем им батареи? Что сняли на металлолом сдали. Не знаю. Батареи сняли. Он поставил себе две буржуйки. На крыше подцепил вот эти трубы. Топил. Кошмар. Самое главное, себя что-то строил. Как мы говорили, мы с Олей и Лоркой, еще сестра двоюродная, приходила. Говорили, давай мы тебе поможем. Лорка, кстати, должна приехать на поминальные дни. Ну, хай приезжают к Виктору. Она приедет. Поминают. Мне она уже больше никогда не... И она уже никогда к нам сюда не придет. Конечно, нет. Боже упаси. И это. И что я говорила, ты перебила? За дом это. Крышиные катакомбы. А, что я говорила? Давай мы поможем тебе. Хоть уют тебе какой-то создадим. И мы же бабы все-таки... Мы же видим, что оно дурко. Мы тебе подскажем, что сделать. Какую-то комнату тебе сделаем. Уют. Уют какой-то. Тебе что-то принесем, что у тебя нету. У меня все хорошо. А какое оно дурко, да? Царство ему небесное. Если б нас послушал, мужик жил бы еще. Конечно, жил бы. Конечно, жил бы. Мы б с ним поженились. Он в волю был влюбленный. Горка голая ходила. Люда выготавливала, кормила всех. Как всегда. Лорка, сестра его снимала. Я готовила тут все. А он в волю был влюбленный. Он потом признался тут. А, я ему спросила, да? Я говорю, Андрей. Да, я говорю, Андрей, а кто тебе вот с нас троих нравится? Он сидел две секунды, говорит, Оля. Я говорю, ах ты предатель. Я тут жрать готовлю. Лорка голая ходит перед тобой. Позирует. Позирует, да. А Оля сидит как монашка. Никакая. А он в волю влюбился. Я говорю, ах ты. Я шутила, девочки. Я шутила. Я говорю, Андрюша, что ж ты так заходишь к нам? Я его все время, Андрей. Ну, жалко, девочки, чтоб покушал с нами, тарелку борща. Ну, и давали. Мы его кормили хорошо тоже. А кушал как он? А кушал, девочки, все забирал со стола. Прорва, прорва. Оля, он говорит. В прорву так кидаешь, прорва. Девочки, я не жлобиха, но я даже тарелки забирала. Да. Я говорила, слышь, Андрей, мы же, по-моему. Я не понимала. Да, мы же тоже, может, хотим попробовать хотя бы. А он, знаете, нам, девочки, ну, знаете, нас же хер кто обдурит. Я уже заматюкалась. А он сидит, начинает что-то говорить и так по сторонам смотрит, думает, а ну мы смотрим, видим или нет, что он уплетает все. И вот так ест, ест, а я же так сижу уже, глаза у меня из-под тишка, Оля. Я говорю, да. Я потом тарелку говорю, Андрюша, я говорю, делай стоп. Нам тоже надо хоть по кусочку. Ага. Что, это не жук этот, что я его сейчас возьму? Руками, как тогда мышу. Расскажи, как ты елочку разбирала. Ой. Говори. Пришла, Люда была где-то, чи на Соколе ты была, чи у Фельдмана. У Фельдмана. У Фельдмана была. А я же пришла пораньше. А елка тут стояла. Февраль уже был. Если не март. Если не март. Я поставила картошку, чи что-то делать. А елка у девочки вот там стояла, где куртки висят. Вот тут елка. Да, да. Я же разбираю, разбираю. До верха дошла. Снимаю. Думаю, и вот так еще не вижу ничего. И думаю, вот так вот взяла игрушку. И думаю, а что это за игрушка такая? И вот так еще пожмакала ее. А то мыша была дохлая. Мумия. Мумия мыши. Не сухая. Она еще мягенькая была. Да ты шо? Конечно. Ну а что, ты не увидела? У тебя зрение вроде. Ну конечно нет. Еще ж тут полумрак. Еще ж не вот эта лампочка была. Девочки, а тогда были мыши. Ой. И она, наверное, а ты ж приносила травы. Вот у тебя Бог, Бог и наказал. Твоё ж травы. Конечно. А Оля с базара, ей все вот эти мошенницы, что торгуют разной фигней, то-то дадут, то-то дадут травы. И она приносила, мы то там подкинем, то посыпем, то какие-то пакетики с какими-то... Голубенькие. Голубенькие. Мышка повесилась. И ты ее... И я взяла эту... Думаю, шо ну за игрушка такая? Новенькая. Хорошенькая. Хорошая, да. И я вот так взяла еще вблизи вот так. Нам было на зуб. Я как глянула, голова, голова. Ой. Я как кинула, как начала кричать. Выскочила аж туда на улицу. Ой. Вот так разобрала елочку. Ну а потом на собак взяла ее. И выкинула. Ну уже взяла в захвостик и раскрутила. Трусилась как... Я не знаю, как я трусилась. У меня какая была... Страф какой был, что я в руки взяла мышу. Дохлую. А как у меня переночевал клещ под коленкой, прикинь? У меня тоже был вот тут клещ. Вот тут. Тоже был. Я царапаю, царапаю. Отсюда? Нет, я не знаю, откуда. Я моюся. Наверное, когда с Васькой гуляла. Нет, отсюда. Я моюся. Нет, что отсюда был клещ. Да. А что ты никогда не говорила сейчас первый раз? Думаю, что оно такое вот тут вот. Я царапаю, царапаю. А потом как глянула, взяла очки. Я побежала бегом за очками. Я как глянула. А что ж ты никогда не говорила? А то клещ. Ой, я не знаю, я как начала вот так царапать. Я такую бабку расцарапала вот тут. Вырвала с мясом клеща. Да. А у меня под коленкой. Да. Ну я вырвала его. Под левой. Я целую ночь ногу и так положу, и так. Думаю, что ж так ножичка вот тут болит. А потом вот утром встала. Думаю, что ж оно так болит у меня, слышишь? Думаю, что ж оно так, я вот так рукой, знаешь? Думаю, не, что ж, скапка какая-то. Думаю, я ж в огороде лазила, наверное, что-то прилипло. Че вот этот. Ну как оно, вот эти цветочки. Не цветочки, ежики вот. Да, да. Трава, ну, девочки, вы знаете. Думаю, вот оно прилипло. Я как начала вот так отбивать. Думаю, вот это же оно мне и болело. Ой, потом ногой придавила тапком. А оно кровь как брызнуло. Лужа крови, лужа. А я сразу поняла, что клещ. Я ж увидела это все, картину эту. Да ну его в сраку. Вокруг красная уже. И торчит. Сейчас, мне кажется, все клещи будут энцефалитные. Что сразу менингит и капец. Не знаю. Сейчас непонятно, что вообще творится. Да. Конец света приближается. Как страшно. Помнишь, тетя Марийка говорила, дядя Коля говорили. И кто-то еще говорил. Вот какие-то чужие люди говорили, что живые будут завидовать мертвым. Настанет такое время, что живые будут... Ну так это еще говорила тетя Мариечка, по-моему, дядя Коля говорили. Что в Библии так написано. Это сказать, да, в Библии. В Библии, да. Господи, я сегодня первый раз, наверное, не пошла на вербное воскресенье в церковь. То всегда вербу посвящу. Да Оле, где бы она не работала, привозила ей веточки, била ее, давала. В магазины заходила семь девчаток. Наши-то наши овощницы только приходили две. И смотрю уже, тяпают. А этот овощник Толык говорит. Толык говорит, я уже два раза увидел, как они выпили. Я говорю, правильно сделал. Он говорит, так а шо мы? Я говорю, так хай бы нас пригласили. Он говорит. Сбросились бы тоже. Он говорит, ну я говорю, сбросились бы. Мы вчетвером. Сколько нас там? Пять человек. Два, три, четыре, пять. Шесть человек. И шо, не позвали? Никто не позвала. А это рыбница? И че она сегодня выходная была? Выходная. А это сестра была? Ну, конечно, политическая. Ух ты. За красных или за белых? Или нейтралитет? Меняет. А? Шапки. Все. А голубцы надо забирать туда или куда. Или больше какое-то накрывалово сделать. Что ты вот это накрыла? Мухва какая-то останется, если червячки сразу. Ну, конечно. Кулечек. Я вот тут где-то ложила кулечек вчера. Где же я его делала? Забери вот этот майонез, хоть в холодильник домой забери. Пропадет же. А там запечатанный есть в духовке. А вот этот забери. И пропадет. А зачем он нам здесь надо, когда мы его будем кушать? Забери в холодильник домой. Дома скушается. А тут нафиг. Капусту или забирай всю. Забери всю капустынку. Не надо мне всю. Зачем? Я половинку отрежу. Половинку отрезаю. Вон шуляшки у той старой лежат. Вот там шуляшок, вот там шуляшок. Килька не надо? Нет. Я завтра хочу... А между прочим, она вкусная. Сама может с лебушком веночью так захочется покушать. Я завтра не надо. Лучше не надо, ты знаешь. Я это, завтра колбасы полно. Я завтра сделаю пиццу. Купила муку. Купила пачечку дрожжей. Он дрожжей есть. Муку, пачечку дрожжей, майонез и кетчуп я купила. Вот забери майонез, пригодится, на. А так пропадет. Так я купила. Он же уже открытый, ну он же открытый уже. Да он в жизни не пропадет. Нам он здесь, мы будем его кушать когда-то? Ну я купила вот такую пачку. Ну так забери в холодильник хоть поставь. Он не надо дома даже в холодильнике. Ну что, забираю тогда. Мои отожди не пропадают. Они, когда открытые, пропадают. И все равно в холодильниках должны стоять, когда уже открытые. По-моему, я на ногу наступила. Малышку. Кошмар малыш. Он же все время возле меня сидит. Малышочек. Моя ты лапочка. Девочка, он все время возле меня сидит. Дика нету. Приезжала лапочка. Дик предатель. А малышочек. Ты все время возле мамки сидишь, да? Моя куколка. Он всегда нас провожает. Да. Дик нет. А малышок да. Ну, а дик выглядывает иногда из-за угла. А уже вот так будет. Да. Все. И все. А две цебулинки вот и не на зеленую. Не надо. Мне сегодня овощница дала. Говорит, я тебе еще вчера... Майонез, майонез. Я вижу. Кидай в холодильник, пригодится. Говорит, я тебе еще вчера хотела отдать. Яйца не надо? Глянула. Конечно, нет. Глянула. А тебя уже и след просты. Мяска. Может, кусочек мяска, нет? А пиццу не надо кусочек мяса. Нет, колбасы полно. Ой, господи, нельзя ничего никому сказать, как варвары все. Полно колбасы. Я завтра две пиццы сделаю. Два замеса. Надо песочное тесто делать, а не дрожжевое. Девочки, еле ковыляем ножички. Ой, господи, боже. Гид, ты уже спать лег, да? Ну, что ты спать уже улегся? Такая ложится. Там надо им расправить вот эту дубленку. Надо. Я вот завтра расправлю вот эту дубленку, там поудираю. О, как страшно еще. Ну, банки у тебя надо, я не знаю, выносить, стирать уже. Там надо им, чтобы они поглубже были. Конечно, надо банки, надо у тебя банки повытягивать сюда на стол. И все, бетономешалка и все. Банки надо вытащить. Ты стелила. Так я расстелала вот так вот. Надо банки вытащить, кульки. Они что-то жмакали. Посмотри, глянь. А что такое? Они как зэки, как зэки. За косточку, за косточку. За косточку. И кто был виноват, Дик? Малыш хотел взять, а Дик его. Прикинь. Глянь, малыш с тобой идет по пятам. А Дик нет. Дик, пошли. Я сейчас эту косточку... Дай сюда. Ты тоже на меня кинешься сейчас? Отойди. Отходи. Ты прикинь? Я хочу взять эту косточку и сейчас совком возьму. Он тебя не укройся. Нет, он, смотри, он ее охраняет. За то, что ты на малыша тявкнул, косточка улетает. Туда, к соседу. К соседу улетает. Малышок. Вон туда я кидаю. Все. Косточки нету. За то, что гаркнулись. Пошли, малыш. Дик, пошли. Косточки уже нет. Ой, девочки. Начинается ветер. Что-то сегодня дождь целый день обещали. Но так и не было дождя. Брызгал дождь. Когда? У нас брызгал там. А тут не было и грамма. Был, было. Ой, ножички болят. Как у меня ноги болят? Пунцовые. Я сегодня на коленях встала. Вытащила с подмойки все в ванной. Выдроила на коленушках. Все бутылочки перетерла. О, так наморылась. Кофе не будешь пить? Не хочу. Не хочу. Потом воды так хочется после него. Чая не хочешь? Нет. А денег дать? Тысячи три долларов. Да. Не было сегодня этого жениха. А ну покажи, что ты купила. Оля купила сегодня кроссовки, девочки. Сейчас покажу. Давай. Говорит, сороковый размер может на тебя пойдет. А я уже и сорок третий. Лишь бы ногам было удобно. Девочки, все надо брать. Оля права. Конечно. Она с молодости носила всегда на два размера больше обувы, на три. А я всегда с нее смеялась. Да, я всегда не смеялась, а я просто говорила, отойди ты. А теперь я уже согласна. Надо только все просторное носить. Вот она уже. Уже поздно. Надо с молоду, как я. Учего я сейчас и бегаю. Девочки, кто-то ей принес обувку какую-то купить. Она купила за 50 гривен. Сколько пар? Две. За 50 гривен. Ботинки. Силюсенькие. Ну, они маленькие. Сороковой размер написано. Ну, на вид маленькие. На вид маленькие. Но я взяла, думаю, мало ли шо. Девочки, ну, смотрите. Ну, я увеличиваю. Смотрите. Они шо, замшевые или шо? Ну, такие, как у меня у то. Были чьи синие. Ну, не знаю. Они маленькие какие-то. Ну, поверю. Ну, поверю. Ты в носках? В носках? Ну, конечно. Да. Махровый. Ввязанный. А как ты напялишь на голую ногу? Ну, так и одену. Тут же меха. Мех. За табуретки не видно. Табуретку надо запрыть. Сейчас я покажу, девочки. Сороковой размер. Ну, они маленькие. Ну, это значит, по-настоящему тридцать восемь. Тридцать пятый. Да. Я вижу, очень маленькие. Не знаю. Сейчас натяну. Попробую. Ну, это левая нога. Ну, если б носок, может быть, и обула. Нога там мокрая. На босую ногу никто не меряет. Не, это твой размер. А у меня уже тоже нога. Я не хочу. Я хочу все свободное. Мне хай лучше будет большой. Я никогда больше не обую то, что впритык. Не, оно у меня впритык. Оно впритык. Я такое не ношу. Ну, я сразу видела. Я когда... Он это самое, говорит, ну, возьмите. Я думаю, может, тебе. Вот и взяла. Ну, хай стоит. Маленькие. А качество хорошее. А так маленькие я такое не ношу. Так, сейчас кроссовки покажу. Кроссовки, говорит, берите так бесплатно. Второй. А что за фирма? Я даже не знаю, что за фирма. Ну, они маленькие. Это где-то на 37 размер. Да, на 38. Да, не 38, а 37, я вижу. А кроссовки, он говорит, возьмите так. Вот кроссовки. Да я не могу ловить их. Ну, это какой, ты говорила, 42-й? Кроссовки 40... А, я вот тут на язычке читала. 42-й. Ну, это мужские, это не женские. Мужские, конечно. Ну, а на кого они? У нас таких размеров ни у кого нет. Конечно, есть. У тебя? У кого? Дима? Да. У них одинаковый размер. Ну, у Сашика 43-й. Сашик, вообще, Сашик сказал мне, он сам все себе будет покупать. Никогда, говорит, мне ничего не покупай. Я сам себе все куплю. Ну, забирай. Ну, конечно. Конечно. Все. Целые? Ни где ничего? Целесенькие, я все просмотрела. Стельки там. Ну, все. Название Бонна. Бонна. Что оно такое? Бонна, я не знаю. Стельки. Ну, хорошие. Они малоношенные, кстати. Глянь, на подошву. Да. И чистые, видать, что. Стирались у машинки все равно. Хорошие. Я ничего не говорю. Все. Сойдет. Ботинки я оставляю сразу и брать их не буду. Да, да. Ну, теперь уже базара не будет на инженерную. А есть еще базар или уже нет? До первого числа. Есть. И все. До первого мая? Да. Сказали до первого мая. Кто сказал? Она торгует яйцами там. Вот там в киоске, что или нет? Да. Вот там, что тогда торговала на Титово? Да ее давным-давно уже выгнали. А. Там уже другие. А она с этого киоска, у нас же такой же киоск на победе. И она говорила, а ты в курсе? Вы в курсе дела, что базар до первого числа? Я говорю, конечно, я знаю. А иду туда, вот на вот тот базар. Туда в конец? Конечно. Ну и правильно, должен быть один базар. Все туда. А не две улицы, девочки. Базар должен быть в одном месте. Без работы не останутся. Конечно, девочки, базар есть с прилавками, с металлическими. Не хотят же сидеть на том базаре. Хотят вот так на улицах, где попало, под каким деревом. Стали, вот там и торгуют. А базар есть. Идите туда, и люди будут знать, что там базар. И туда будут все идти. А не кругом вот так. Куда ни иди, кругом базар. Кругом, где кто хотел, там лег, там сел, там еще что-то. Маловину туда, а остальные там, не знаю. Да там все влезут, там все влезут. А остальные вот туда затеру, в пенсионную. А, там же два базара, девочки. Два базара. И оба стоят пустые. Да. С прилавками, с крышами. А они вот так на улицах стоят, расширепуются. Жопы свои. Не, я за. Конечно, люди будут знать, что там базар. Что-то на зерку все едут. Знают, что есть базар. На какие базары, люди же едут. А тут на улицах. Трансайная остановка. Сели и сидят, торгуют. Да. Бордак вот этот. Правильно. Надо базары, чтобы были базары именно где базары есть. И самое главное, они есть, но они пустые стоят. Да. Ну и все. До первого числа, а там будет. Ну и правильно. Зона отдыха. Сквер. Для пьян-белых и наркоманов. Ну а для кого? Под окнами будут тявкать. Конечно. Что эти хоть отторговали и ушли, а теперь будут. Сыкий, прдык, игралые музыки. Да. Тявкать под окнами. Да. Круглосуточно. Какой бы лучше был базар, чем вот эти вот. А шаурма останется? С сябуреками. Не знаю я. Убирать всех надо, значит. Я не знаю. Особенно вот эту шаурму с сябуреками. Киоски с сигаретами. Все надо убирать. А что, по инженерам сейчас только киоски стоят. Торгаши. Киоски. А вот эти сидят вот тут, под тронвайной остановкой, под забором. Ну их тоже, наверное, не будет. Ну так правильно, их туда. А киоски куда? Ломать будут. Зову и цукарочку поставят. Да. Круглос. Ладно, девочки, будем мы собираться. Будьте здоровы. Пока. Да. Будем мы собираться домой. Спасибо, девочки. Я думаю, вам видео понравилось. Будьте здоровы. Пока.